Поверили другу, остались и без денег, и без жилья. Семья решила купить у знакомого квартиру. Товарища они знали несколько лет и полностью ему доверились. А оказалось зря. Подробности у нашего корреспондента. Вот эта улица, вот этот дом. Квартиру на четвертом этаже не купили у хорошего знакомого. Уже планировали переезд. Как вдруг товарищ заявил, потерялись документы. А на восстановление нужен миллион. Мы этот миллион, значит, ему отдали. Эту квартиру он на нас вновь не оформляет, ссылаясь на то, что документы утеряны, их нужно восстанавливать. Сначала Аббасовы не сомневались, ведь другу доверяли. Аферу заподозрили, когда товарищ снова стал просить денег. А потом и вовсе выяснилось, у квартиры новые хозяева. Эти люди купили жилье на законных основаниях. Ну кто продавец вашей квартиры? Спицын. Спицын. Ему деньги передавали? Семья Аббасовых потеряла почти 5,5 миллионов рублей. А ведь на эти деньги они могли купить ни одну квартиру. Сегодня отдам деньги, завтра отдам. Сегодня отдам, завтра отдам. И с конца там. Это Илана Абасов в юридической конторе. Адвокаты объясняют, вернуть деньги еще можно. Благо догадались друга расписки взять. Ну вообще гражданским законодательством предусмотрено, конечно, что можно взыскать по этой расписке. Хотя ряд своих сложностей, тем более данные расписки, не совсем корректно составлены, мягко говоря, конечно. Также семья хочет, чтобы на мошенника завели уголовное дело. Вот и получается. Дружба дружбой, а доверять нельзя даже хорошим товарищам.